Здравствуйте! Добро пожаловать на Кухня Совет! Сегодня будем готовить замечательную вкусняшку, без которой сложно представить новогодние и рождественские праздники. Это имбирные прянички. Мягкие, нежные, легкие в приготовлении. Их безумно обожают дети. Для их приготовления нам понадобится 500 г сахара. Прогреваем в кастрюльке, в сотейнике. Я люблю сковородки, потому что площадь нагревания большая. Прогреваем. На среднем огне сахар. Дожидаемся, пока растопится нижний слой. И когда видим, что сахар внизу уже начал таять, можно начинать помогать ему лопаточкой, помешивая его. Никуда не торопимся. Процесс будет достаточно долгий. Порядка 10-15 минут. Растапливаем весь сахар. Не должно остаться никаких комочков. Должна просто гладкая янтарная масса остаться. Главное, не пережгите тоже сахар. Потому что тогда он будет горчить. Когда растопили весь сахарок, добавляем 200 г крутого кипятка. И все это очень активно перемешиваем. Единственное, будьте аккуратны, потому что будет очень сильно идти пар. И рука, в которой вы держите лопатку, должна быть лучше в варежке. Потому что иначе можно обжечься. Будьте очень аккуратны, потому что масса имеет очень высокую температуру. Когда влили весь кипяточек, хорошо все перемешали, добавляем сливочное масло. Холодное сливочное масло должно быть очень хорошее, качественное. Для пряников нужно брать только очень качественные ингредиенты, потому что каждый из них будет влиять на итоговый вкус пряничка. Эти прянички без меда, что просто здорово для детишек, потому что у многих детей на мед аллергия. Особенно детки-аллергики на него реагируют. Поэтому лучше, если вы будете готовить прянички для детей, использовать именно этот рецепт. Рецептов пряников очень много, но вот этот вот, пожалуй, самый известный и самый удачный. Эти прянички сохраняются мягкими в течение трех месяцев. И срок годности у них три месяца. Единственное, их нужно хранить в закрытом контейнере, для того, чтобы они свою мягкость сохранили. Когда все перемешали, масло растаяло, добавляем специи. Специи тут можно добавлять на свой вкус. У меня смесь корицы, имбиря и мускатного ореха в равных пропорциях. Я добавляю две чайные ложечки. Все хорошо перемешиваем. Сначала специи сложно смешиваются с карамелью, поэтому нужно помешать поактивнее. Добавляем одну чайную ложку соды. Все снова хорошо перемешиваем. Поднимется высокая пена, шапка из пены, поэтому выбирая кастрюльку, в которой будете изначально топить сахар, учитывайте, что масса увеличится в объеме примерно в два раза. И все, огонь можно выключать. И теперь нам нужно дождаться того, чтобы карамель достигла комнатной температуры. Тогда мы уже сможем продолжить с ней работать. Когда карамель у нас остыла, добавляем туда одно яйцо. Яичко категории С1 я все время добавляю при выпечке. Если добавите С0, понадобится больше муки. Хорошо очень размешиваем яйцо в карамели. Должна и пена перемешаться, и яйцо должно хорошо соединиться с карамельной массой. И будем уже всыпать муку. Не забывайте о том, что мука у всех разная. Всыпайте муку постепенно, до того момента, пока у вас руки не перестанут прилипать к тесту. Точнее, тесто не перестанет прилипать к рукам. Сначала замешивайте лопаточкой. Потом, когда уже масса позволит перемешивать ее руками, переходите на замешивание руками. Тесто получается прекрасное. В итоге оно к рукам не липнет. Очень ароматное, нежное. У меня ушло 850 граммов муки. В среднем у меня всегда так выходит, потому что я одной и той же мукой всегда пользуюсь. Видите, какое эластичное, красивое, очень нежное тесто получается. Его нужно завернуть в пакетик, либо в пленочку и отправить в холодильник на 4-6 часов. Как раз мука еще наберет свою силу, и тесто станет более такое плотное, более упругое, и с ним будет легче работать. После 6 часов в холодильнике раскатываем тесто до толщины 5 мм. У меня вот обычно на скалке такие ограничители, в этот раз я их что-то не нашла. И раскатываю тесто на палочках. На любых, в принципе, палочках можете это делать. У меня вот специальные рейки. Можете и просто на глаз. Далее вырезаем формочками для печенья нужные вам фигурки. У меня вот даже они со штампами. Такие формы позволяют потом не раскрашивать пряники, не расписывать их глазурью, потому что они и так очень красивые. Прянички и без глазури очень вкусные. Хочу вам напомнить о том, что очень и очень вам рекомендую не использовать глазурь, в которой сырой белок для деток, потому что это все-таки небезопасно и ничего полезного в этом нет. Сейчас огромное количество готовых айсингов продается уже и в порошке, и уже даже разведенных. Просто их покупайте, добавляйте нужное количество воды и расписывайте пряники. Полезно, безопасно, вкусно. Итак, выпекаем пряники 9 минут при температуре 180 градусов. Если выпекаете на тефлоновых ковриках, получаются вот такие донышки отличные сзади. Если будете на силиконовых, то возможно, что пряники будут деформироваться, потому что многие силиконовые коврики деформируются. Вот такие в итоге красивые прянички получаются. Если хотите, можете украсить их глазурью, тогда они будут иметь уже вообще подарочный и праздничный вид. Но, повторюсь, и без глазури они очень вкусные. Детки их обожают. Ароматные, вкусные, долгоиграющие. Можно готовить заранее. Я надеюсь, что вам понравится этот рецепт, что вы его оцените. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.